Всем привет! Вы смотрите канал Лизы Крабковой и сегодня я хочу вам показать, как можно очень легко и быстро сшить мешок для сменки. Да, я понимаю, что такие можно преспокойно купить в любом детском магазине, но, честно говоря, пользованием такими синтетическими мешками я очень сильно недовольна, потому что они достаточно быстро рвутся, ткань туда идет не самая прочная, поэтому ткань выползает из швов, обрываются лямки, в общем-то, постоянно какой-то дополнительный расход средств и времени на покупку идет, поэтому я решила сшить своей дочери такой мешок для школы и, соответственно, снять мастер-класс. Наверняка кому-нибудь тоже пригодится такая идея. Из джинсовой ткани серого цвета краим прямоугольник 36 на 67 сантиметров. Из синей джинсы два прямоугольника 36 на 17 сантиметров. С одной стороны закладываем на припуск 4 сантиметра. Теперь к коротким сторонам серого прямоугольника притачиваем синий. Обметываем срезы и заутюживаем. Для петелек краим прямоугольник 14 на 4 сантиметра. Перегибаем прямоугольник пополам, стачиваем срезы и выворачиваем. Разрезаем пополам. Чтобы получились петельки, нужно еще раз их согнуть пополам. Перегибаем пополам полотно для мешка и не забываем вложить петельки для шнурка. Стачиваем мешок по боковым срезам. При этом оставляем незастрочными припуски на кулиску и 2 сантиметра самого бокового шва. Обметываем все срезы и разутюживаем швы. Теперь срез с припуском для кулиски подгибаем два раза и отстрачиваем. Утюжим кулиску и выворачиваем мешок на лицо. Берем два шнурка для лямок длиной 180 сантиметров. Подпаливаем кончики, чтобы не распускались. Продергиваем встречно шнурки в отверстия так, чтобы образовалась петля. Продолжение следует... Продеваем конец шнурка в петельки у днища мешка и завязываем узел. Узел может впоследствии развязываться. Его можно прихватить ниткой для фиксации. Мешок для сменки готов. Я очень надеюсь, что мой мастер-класс оказался для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!